Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. катетера и дозы, доза дюрок 350 гривен. У нас одна бутылочка и один катетер 350 гривен. Хочешь 2? Тоди 700 гривен 2 бутылочки. Ну, хватает одного раза. Вот так. Так, свинка у нас явно загуляет. Сейчас буду пробовать Проверяем стоїть. Стоїть все нормально. Я думаю, вам видно. Так, вводим катетер. Страшно, ничего нема. Кто не пробовал, попробуйте и получится с первого раза. У меня с первого раза получалось. Нікого не пробовал. Уводите под 45. Давайте. ветер. Водь, все опять, горячо. Я думаю, что вводится, что Горячо. Введено. 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 Я попробовал назад тянуть, не тянется, захватила. Потом берем сам тюбик, обламываем кончик и вставляем сюда. Тюбик начал сам втягиваться. Воздух удали и я вижу по трубочке опять пешком. Три дня петля увеличена, оно не стояло. И три дня я наблюдал, даже на четыре дня. Презаголочный, четыре дня. А сегодня зашел, она уже готова. Я быстро съездил, взял дозу и покрыл. Все, тюбик пустый. Ну, трошки подержался, наверняка. Для маленьких поросят использую предстарт. Предстарт. Наш водолазский. Но я так не даю предстарт в гранулах. А заметил, лучше едят, если пропустишь его через крупоружку. Потому что гранулки, они не так хорошо едят. Они больше со свиноматкой. Допустим, я сейчас даю гровера 15%. То трошки так что-то слишком из него. А даю гранулку, вообще даже не подходит. Сейчас перемалю. Так. Вот именно для таких моментов там предстарт змолоть. Там еще что-то змолоть в маленьких досках. Я использую вот так бочку. Так. На орешиту у меня 2,5 см. Милю 2,5 см. Но я в основном кукурузу милю. Потому что кукурузу я набрал по 3,50 см. И кукурузу добавляю до... Вот, руби. Тут, наверное, все не так просто. Флянчик снимается там туго в ящику. Бочка как раз под флянчик. Флянчик. Реши-то, реши-то я сам делаю. У меня такие вот есть с заготовочкой. И сам вырезал. Как мне надо. Ну, сейчас использую 2,5 см. Так. Потом делаю. Вот так. Чем мне не нравится крупорушка. Вот эта. Мело хорошо, быстро. И если перегрузка, у меня напряжение погоненькое. Если вечером или перегрузка, сразу выбивают автоматы. То есть не сгорит. Двигатель. Нормально все показал. Чуть-чуть дырочку. Включаем. И сейчас полностью мешок предстарта водолаги. Сейчас малюк. И свиноматки его домишу и даю. И пересетом. Поехали. Затем. 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 Продолжение следует... 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 Состояние предстанта. Вот оно будет у меня накрыто. И будет отлично. Труборушку убираем. Что тут осталось чуть-чуть? Пух, пух. Отлично. Сам бы... Сам бы кушал. Вот такий пух получается. Предстарт. Он уже готовый просто его давать. Я просто сам попробовал гранулы поесть, их нереально разжевать, надо размачивать в рот. А это же... Красота. Сейчас попробуем им дать. Вот так, друзья, у них тут подкормка. Я туда вес положил, чтобы саму посудину не сильно передвигали. И я так чистую воду ставлю, меняю постоянно. По чуть-чуть... Гриются пяточками, что-то там чмакают. Ну так не едят, но трошки уже начинают привыкать. Молока им тут хватает. Они и тут едят, и там что-то чмакатят. Вот таким образом перебегают туда, в ту клетку. И получается... Им места хватает, и свиномат тут уже не тревожит. Вот так вот. Эти у нас кушают. Эти уже покушали. Да? Да. Боря на обходе. Что тут, как тут все узнать. И вот так я свиноматки глатующий. Намешал. И все, и даю ей. Гровер. И... Подсыпаю обычно предстарта. Так, как и малым. И чуть-чуть подсыпаю, чтобы им передавалось молоко. И все нормально.